Всем привет, с вами Влад, это видео по игре вас в Denner Survival, и в этом видеоролике мы посмотрим на новое обновление. Да, ребят, уже вышла у нас новая обнова, 20 сезон вообще наступил как-то очень быстро, не успел закончиться прошлый сезон, как тут разработчики уже выкатывают новое обновление. Ну, ребят, в общем, с чего сегодня, в принципе, посмотрим на обнову целиком и полностью, я надеюсь, вам понравится данное видео, и, конечно же, погнали. Окей, ребят, 20 сезон, ликвидация, давайте сразу посмотрим на лучшие награды, и первая награда, это у нас колледж, ее можно получить за премиум, ну, в принципе, стандартненький такой перекид. Ладно, смотрим дальше, что это у нас, мельница какая-то, чего? Ну, витрак, в принципе, прикольный, он, кстати, у нас тоже находится на ферме. Теперь давайте посмотрим, что-то у нас за последняя награда в 20 сезоне, окей, смотрим. И это у нас модель под названием Самурай, ну, что могу сказать, в принципе, прикольная модель, и, если я выбью этот чоппер, будет реально прикольно. А теперь, когда посмотрели мы уже на все награды 20 сезона, уже, я думаю, можно посмотреть, что там в календаре событий. Но, хотя, не знаю, давайте сейчас еще пробежимся, а то в лучших наградах может что-то не быть. Давайте в этот ящик заглянем, ну, а здесь обычные ресы. Да, ребят, в таком случае, раз мы уже все посмотрели в 20 сезоне, давайте зайдем в календарь событий. Интересно уже, что там новенького? Нифига себе, сколько всего, офигеть. Снова выходные лаборатория, арена, наконец-то, уже появилась, но, короче, давайте все смотреть по порядку. И первое у нас событие, это ежедневный бонус. Ну, тут, в принципе, все понятно, просто заходишь в игру и забираешь ежедневные награды. Окей, ребят. В принципе, награды здесь дефолтные, и, как бы, удивляться чему-то, ну, я думаю, нельзя. Окей, хорошо, дальше смотрим выходные, лаборатория событий, продлится 1 день и 12 часов. Ну, и тут урон от скара увеличен на 50%. Прикольно, прикольно. Тут можно еще задания выполнять, но на это мы уже посмотрим в каком-то следующем видеоролике. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь за арена такая. Арена событий, продлится еще 4 дня и 12 часов. Ну, тут у нас система, как и с няном, примерно выполняешь ритуалы и получаешь награды. Кстати, что меня радует, здесь еще есть папка с редкими схемами, это очень круто. Рыболовный турнир. Начало 7 марта. Выполните задание турнира и докажите, что заслуживаете звание почетного рыболова. Ну, это надо еще ждать. Дальше коммуна. Начало 10 марта. Ну, а, ребят, коммуна, я не знаю, что там будет. В принципе, у нас уже эта локация хоть и была в 16 сезоне, но, может быть, ее уже как-то переработали. Начнется данное событие у нас 10 марта, и я надеюсь, что все-таки будет там что-то интересное. Смотрим дальше, выходные фермы, начало 11 марта. Ммм, интересно, интересно. Ну, тоже, в принципе, что-то будет прикольное на ферме, но этого нужно, конечно, еще дождаться. Пока что, ребят, давайте заберу свои навыки, ведь я что, зря уровень свой прокачиваю. Окей, ребят, обжор выбираем, идем дальше, что-то по навыкам. Опа, легкие стали, это нужно обязательно забрать. Окей, ребят, смотрим, что у нас там дальше, хорошая память. Ну, давайте выберу этот навык, в принципе, он полезный, и у меня уже 200 уровень. Нифига себе, нифига себе, нормально, нормально. И получается, я скоро уже смогу апнуть 200 уровень, это, конечно, прикольно, но пока что давайте выйдем на глобальную карту. Вот и новое событие, арена. Окей, ребят, давайте посмотрим, что это у нас за локация, можно найти ящики какие-то, но окей, ребят, в принципе, давайте отправимся. Я не знаю, что там будет, но в пятом сезоне, по-моему, что-то подобное уже с ареной было. В любом случае, погнали на эту локацию. Окей, ребят, я зашел на локацию, здесь нас встречает какой-то Карл, опасный билл. Уязвимости Винторис наносит на 30% больше, и полный комплект брони Рейдера снижает получаемую вами урона 15%. Хорошо, дальше у нас что? Ну, а против Дикого Джесси, короче, нужно брать келларовую броню и оружие Генезиса. Хорошо, дальше что по красотке Бетти, то здесь, конечно, нужно брать калаш и спецвойск броню. Ну, окей, в принципе, интересно, я еще не убивал таких в зомбаре, но они у нас были явно в пятом сезоне, когда у нас тоже была арена, только это было какое-то новогоднее событие. Тут у нас, в принципе, ничего необычного, это оружейный ящик, он у нас за донат. Окей, здесь у нас что? Ну, тоже что-то донатное, наверное, дарьбет. Это бронный ящик, но это все пока нам не нужно, давайте лучше, конечно же, поубиваем зомбарей. Вот это арена, в принципе, на которой мы будем их убивать. Ну, не знаю вообще, откуда они будут появляться, но да ладно, давайте уже начнем их убивать, потому что мне не терпится посмотреть, что это вообще за зомбарей. Окей, ребят, я нажал на кнопочку в бой, и теперь давайте, конечно же, посмотрим, что это у нас за опасный билл. Ну, в принципе, зомбарь, по сути, сложный, потому что у него дофига хп. Плюс еще он как разоритель на ферме дерется, ну, с моей броней пока все нормально, поэтому, в принципе, окей. Нифига себе, все нормально, он уже мою броню снес, но хотя она была жестко покоцанной, так что нормально, нормально. Пока что волноваться не о чем, потому что у меня как бы еще с собой есть два сета брони. Смысла как бы тратить на этого опасного билла огнестрел я, кстати, не вижу, ну, потому что просто лучше убивать его пока что потихонечку не спеша ближним оружием. Ну, хотя, думаю, буду так делать полвека, ребят. Оружие сломалось, ну, это жесть просто какая-то. Думаю, надо его уже добивать огнестрелом, потому что все-таки я хотел его, конечно, убивать с оружием ближнего боя, но я так подумал, это будет слишком долго. Надеюсь, такой фигни как с Нианом не будет, что какой-то там зомбар вылезет и отхилит ему все хп, и поэтому сейчас буду его, конечно же, убивать. Окей, окей, давай, 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 давай. Отлично, ребят, все, я его вынес, нифига себе, я сразу получила 250-ку в сезон. И получается я уже на третьем уровне, прикольно, прикольно. А что там по арене, давайте посмотрим. Это выходная лаборатория, арена. Ну, я уже, в принципе, могу забрать 10 пружинок, но пока я не буду вообще забирать награды из пункта арена, потому что я уже хочу нафармить все награды и в одном видеоролике их забрать не знаю в каком, но пока, ребят, буду потихонечку не спеша убивать зомбарей. Не знаю, как вообще воскресили только что этого опасного билла, я вроде бы как его убил недавно, но да ладно, видимо там их клоны есть. Этот, конечно, опасный билл примерно как разоритель плюется, но вот только отличие в том, что он как-то хаотично бьет меня, то и плюется, и как бы вообще нельзя понять, что он будет делать на этот раз. Но сейчас попытаюсь как-то уворачиваться от него. Но все-таки из-за того, что он делает как-то свои удары непредсказуемыми, вот сейчас почему-то мне начал бить, а не плевать, это будет, конечно, нелегко. Не знаю, что будет дальше, но у каждого из этих зомбарей, которых я увидел у Карла, есть 5 стадий, и я нахожусь на второй стадии у опасного билла. Пока что вроде этот зомбар не наносит мне никакого дискомфорта, а просто меня бьет и плюет. Не знаю, что будет дальше, но надеюсь, все будет так же лайтово, потому что мне не хочется тратить очень много хила, брони, но, видимо, придется, придется, ведь впереди еще есть зомбари, которых нужно замочить. Потихонечку не спеша дамаж убила, нифига себе на какое расстояние он плюет. Это, конечно, да, жестко-жестко. Токсичный зомби так точно не сможет плевать. Ну, конечно, если бы токсичные зомбри, вот эти, которые в бункере, а Альфа находятся и почти на всех локациях в Элдое у нас вот так вот харкали, на такое расстояние, то это было бы жестко, конечно, да, ребят. Ну и в таком случае увернуться от ихнего плевка было бы нереально сложно. А так, в принципе, пока что потихонечку не спеша убиваю этого опасного билла, и будем надеяться, что разработчики в дальнейшем не добавят такое расстояние плевка, конечно же, нашим обычным токсичным зомбарям. Окей, у нас там харкает потихонечку не спеша, а я его выношу. Он еще и хилится по 2 хп? Отчего он хилится? Что-то как-то непонятно. О-о-о, понимаю, понимаю. У меня еще броня слетела, так нужно ее быстро надеть. Окей, отлично. И теперь продолжаю наносить урон, конечно же, нашему опасному биллу. Давай, давай, харкай, бей меня, делай все, что хочешь, я все равно тебя вынесу, уж поверь. У меня есть броня, у меня есть оружие, у меня есть хил, ну, короче, у меня все есть, я как бы точно смогу одолеть опасного билла, но, по крайней мере, на этой стадии. Еще, ребят, немножечко напрягает, что он хилится, я не знаю, от чего он хилится, просто так, или он хилится, когда, типа, плюется, но, ребят, это тоже немножечко напрягает. Хоть и он хилится очень мало, все равно не хочется, чтобы он вообще хилился. Тем не менее, у него остается уже совсем мало хитпоинтов, и я его выношу, ребят, отлично. Еще одна стадия опасного билла пройдена, ворота открыты, у меня, в принципе, еще есть броня, есть оружие, и поэтому, думаю, третью стадию точно пройду. Где там у нас этот Карл, вот он стоит, в принципе, а точнее сидит, нажимая на кнопочку в бой, и погнали, конечно же, сражаться с нашим опасным биллом. Сейчас можно, в принципе, подойти к нему по стелсу, и он все равно загрелся, ну, конечно, конечно. А кто это? Че? Что это такое? Паразиты? Серьезно? А, ну, в принципе, это красные паразиты, они очень легкие, ты просто на них наступаешь, и они взрываются, но все равно они будут все-таки меня напрягать немножечко. Знаете почему? Да, все просто, потому что я, когда убиваю опасного билла, то, когда ко мне еще кто-то лезет, то это не всегда приятно, ребят. Осторожно, осторожно. В общем, в этот раз я уже взял с собой нормальное оружие, сейчас, в принципе, попытаюсь еще раз убить опасного билла, и, кстати, что по поводу моей смерти, то я успел выйти из игры, но кто знает, кто знает этот способ, и я в итоге выжил. Теперь буду потихонечку не спеша дамажить билла, и все-таки буду делать это с помощью ВСС Винторез, так как Карл нам сказал, что если его как бы дамажить ВССкой, то урон будет увеличен, хоть и не на 50%, но хотя бы на 30%. Нифига себе, тихо! Это жесть, мне чуть-чуть этот опасный билл не захракал. Нифига себе, сколько тут паразитов, это просто капец. Нужно его дамажить, он сейчас захирится и капец будет. Что по поводу этих паразитиков, но они вроде бы не все время лезут, но все равно как-то через время они все же появляются, и это, как я сказал ранее, меня напрягает, они снова появились, да что это за фигня вообще? Откуда они лезут? Это просто жесть, ребят, это просто жесть. Сейчас нужно их по-быстрому взорвать, чтобы они мне в дальнейшем не мешали, и уже буду, конечно же, дамажить билла. Окей. Еще один остался, да блин, взрывайся давай уже. Все, отлично. Сейчас-то уже, думаю, мне никто не будет мешать, и я, наконец-то, уже спокойненько вынесу этого опасного билла. Давай, 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 по 26 хп ему сношу. Уже лезут, уже лезут, ребята, уже лезут. Надо их взорвать по-быстрому. Давай, раз, два, три. И давай еще вот эту кучку. Отлично. В принципе, всех паразитов я уже взорвал, и сейчас нужно просто выносить этого опасного билла. У него остается, в принципе, уже не так уж и много хп, поэтому, и как я сказал ранее, его обязательно нужно вынести. Да уж, ребят, в начале видеоролика я явно недооценил этого зомбаря. Он на меня и харкает, и тут и паразиты лезут. Это жесть. Окей, взрывай их. Один остался. Все, ребят, фух, наконец-то я его смогу нормально убить. ВСС у меня уже кончился, и кончилась броня. Так, тихо. Главное просто не паниковать. Быстро одеваем броню. Брони нет, ребят, брони нет. О, нет, еще и лезут паразиты. Давай. Ну. Черт. Он мне сносит дикое просто количество хп, пока у меня нет брони. Но, тем не менее, сейчас нужно просто взорвать паразитов, и, конечно же, добить опасного билла. Это жесть, ребят, это жесть. Если просто паразит взорвется рядом со мной, то все, по сути, я умру. Поэтому нужно быстро добивать билла, ну... А, ну, конечно, конечно, оружие у меня сломалось, и теперь полезли еще паразиты. Не, ну, конечно, 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 да, ребят, конечно. Ну что, теперь, по сути, придется опять взрывать этих паразитов поганых. А что еще делать? Во, один еще остался, тихо. Я захилился, теперь беру М16, взрывается паразит и добиваю билла. Фух, ребят, это жесть. Да, уж, все-таки, я явно недооценил этого зомбря. Да, в принципе, по сути, его можно, думаю, назвать одним из самых сильных зомби-волдоя. Ну, хотя нет, ребят, он не заслуживает этого статуса. Просто скажу, что он такой сильненький зомбарь. Теперь смотрим, что там по арене. Я уже заработал и пружины, и пластины, но этого еще недостаточно. Нужно, короче, еще пройти две стадии. Ну, я думаю, у меня получится, только вот надо еще с почты взять кое-какую интересную броню. У Карла там было написано, что, типа, если надеть боевую рейдерскую броню, то урон билла будет дефаться на 15%. Не знаю, так ли это, но, по сути, так. Вот только где рейдерская броня? Ну, в принципе, она есть. Вот только где ботинки от этой рейдерской брони? Да уж, я, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос. У меня есть вся рейдерская броня, кроме, конечно же, ботинок. Офигенно просто. А что там у нас написал билл? Полный комплект нужен. Жесть, ребят, жесть. Ну, не знаю, что по поводу ботинок. Они у меня 100% должны быть на почте. Вот только где, я не знаю. Окей, ладно, давайте посмотрим. А, вот они. Тьфу, блин, они были в самом начале. А я искал где-то внизу. Ну, короче, все, ребят. У меня есть полный комплект брони. Давайте еще плюс к этому возьмем какие-то расходники. Потому что, ну, вдруг мне просто не хватит хила. А я пока буду лезть на почту, меня уже и подавно там убьют. Поэтому, на всякий случай, ребят, я, пожалуй, возьму бинты, а также консервы, чтобы поесть. А то мой персонаж уже как бы голоден. Все, отлично, ребят. Я восполнил все запасы. И теперь, в принципе, думаю, уже можно идти на этого босса. Не знаю, как вы, будете вы проходить этих боссов или нет, но я буду их всех просто проходить. Потому что мне нужны, ребята, схемы. Ведь в каком-то из видеороликов я говорил, что в этом 2022 году я хочу собрать абсолютно все схемы. И не просто хочу собрать, а сделать их. Поэтому схемы, ребят, мне точно не помешают. Тут еще лезут паразиты потихонечку, не спеша, но мы на них не обращаем внимания. Эм, а что, меня кто-то замедляет или что? Это паразиты или это опасный билл меня хорками своими замедляет? Что-то я вообще не могу понять. Ну да ладно. С этим замедлением, конечно, будет тяжело, потому что как бы паразит меня в любой момент может уничтожить. Так как я просто буду медленно идти и тут бабах и все. Поэтому, ребят, нужно быть очень аккуратным с этим боссом, ведь в любой момент просто я могу умереть. Но, ребят, будем надеяться, что это так не будет и я просто спокойненько пройду этого босса. Тихо! Я чуть не подрывался от паразита, это просто жесть. Я вам говорил же, что это замедление очень мешает. Да уж, ребят, конечно, это жесть, но все-таки придется его убить. О, понимаю, у меня еще и оружие сломалось. Вообще офигенно, просто вообще офигенно. Ну а всякий пожарный я, конечно, взял миротворец, но во сколько он ему урона наносит, нифига себе. А миротворец-то нормально ему урона сносит. Хотя не быстро, как, например, тот же самый Калаш или М16, но все же норм, все же норм. Окей, ребят, потихонечку, не спеша ко мне идут паразиты, но я их успешно взрываю. Отлично, ребят, и теперь, конечно же, буду дамажить нашего опасного Билла. Кстати, ребят, как я понял, то когда этот опасный Билл находится рядом со своими плевками, то он начинает хилиться. То есть, по сути, как разработчики сделали этого зомбря. Так, давайте, конечно, добавим этому зомбрю плевки, как у Разорителя на ферме. Дальше, давайте сделаем ему механику примерно, как у кислотного плевуна в бункере Браво. И сделаем хп побольше, чтобы игроки мучились. Ну, не знаю, как разработчики вообще додумались до этого босса, но, конечно, да. В принципе, в принципе, он не такой, по сути, и сложный, просто нужно аккуратненько тут играть и, конечно же, не подрываться на паразитах. Окей, ребят, потихонечку, не спеша убиваю его, у него остается совсем мало хп, и я его выношу. Отлично, ребят, паразит, я думаю, не убьем, хотя, блин, здесь дверь по-прежнему закрыта, и, походу, мне придется их всех взорвать. Ну, окей, в принципе, я при этом не трачу никакого оружия, поэтому все, в принципе, окей. Все, ребят, двери открылись, и теперь уже можно спокойненько просто выйти отсюда. Хорошо, что там, последняя стадия осталась? Ну, не знаю, ребят, не знаю, у меня вроде бы оружие есть, а вроде бы его и нет. Ну, короче, как-то странно, ребят, все. Хил у меня вроде есть, броня вроде тоже, и, я думаю, надо на всякий пожарный взять еще один миротворец, мало ли пригодится. Окей, ребят, хорошо, теперь вроде у меня все есть, нажимаю, конечно же, на кнопочку в бой и отправляемся убивать нашего опасного Билла. Где он там? Все, он уже бежит, и, конечно же, к нему же бегут паразитики. На них мы не обращаем внимания, ну, в смысле, просто их взрываем и начинаем уничтожать опасного Билла, и он опять начинает хилиться они. Ну, конечно, конечно, к тому же у него еще и 1700 хп есть сейчас уже на последней стадии. И, ребят, что-то мне подсказывает, что этого миротворца, который находится у меня прямо сейчас в руках, мне явно не хватит, чтобы убить опасного Билла. И именно поэтому я с почтой взял еще один миротворец, и его-то точно должно хватить. Ну, да, ребят, по сути, если в прошлый раз я потратил почти весь миротворец на убил, конечно, опасного Билла, то миротворца, конечно, мне точно должно хватить. Ну, не этого, который у меня есть сейчас в руках, а который у меня еще находится в инвентаре. Тихо, осторожненько. Фух, я чуть не отлетел просто. Главное просто, что у этих паразитов не такой большой радиус взрыва, и это меня реально радует. Ну, да, ребят, было бы не очень хорошо, если бы разработчики сделали у этих паразитов радиус взрыва прямо такой же, как и у паразита главного в комнате с нашим боссом из лаборатории Генезиса. Его зовут, кстати, Гниющий Гибрид. Серьезно? У меня уже кончилась броня? Понимаю, понимаю. Ну, не знаю, как я сейчас буду с ним сражаться, когда у меня вообще брони, блин, нет. Ну, а сейчас как-то что-то попытаюсь сделать. По сути, ребят, за оружие я не волнуюсь, его мне точно должно хватить, а вот что по поводу хила, ну, я точно, ребят, не могу сказать. Возможно, мне хватит, а возможно, нет. Сейчас буду максимально его экономить. Как видите, я вообще не подставляюсь под удары опасного Билла, но все-таки один раз он мне 100% ударит. Окей, ребят, ладно, давайте я уже буду его убивать, несмотря на то, что у меня нет брони, вообще нет ничего, все равно буду его гасить. У него остается уже 100 хп, и все, что мне нужно сейчас сделать, это по-быстрому подорвать всех паразитов и, конечно же, уничтожить самого опасного Билла. Окей, ребят, все паразиты я, так сказать, уничтожил, и теперь можно, в принципе, добивать опасного Билла. 250 репутаций я получила, и теперь, по сути, я уже прошел все стадии с опасным Биллом. А что там у нас по опасному Биллу у Карла? Все, он, по сути, убит, теперь с ним нельзя вообще сражаться, но окей, в принципе, это меня радует. Давайте посмотрим, что там в сезоне, и я уже апнул почти 10 уровень в сезоне, это реально круто. Что там по арене, и здесь я уже могу забрать пружины, масло для оружия, или как оно там называется, и, конечно, железные пластины. Не, ну, в принципе, прикольно, но впереди у нас еще дикий Джесси. Выглядит он примерно так же, как и слепой охотник, и это, честно говоря, меня настораживает. Сколько он там урона будет наносить, сильный он будет или слабый, об этом ты узнаешь в следующем видеоролике. Ведь уже в следующем видосе я попытаюсь пройти все стадии, конечно же, с нашим Джесси. Ну, а пока, ребята, я с вами прощаюсь, с вами, как обычно, был Влад, и не забывайте ставить лайки, комментировать мои видеоролики, ведь я все комменты читаю, и, конечно же, всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok